В эфире новости с севера Башкирии. 15 ноября после полуночи в деревне Антоновке Гафурийского района вспыхнул пожар. Превенчатый дом на улице Школьной горел со всех сторон. Пожарные боролись огнем почти три часа. При проливке завалов они обнаружили тело мужчины, предположительно хозяина дома. По предварительной версии пожар вспыхнул из-за неосторожности. При курении мужчина уснул с зажженной сигаретой. На месте работает пожарный дознаватель. Скандал вокруг переименования международного аэропорта Уфа не утихает. В списке осталось всего три имени претендента. Несколько дней назад объявили шорт-лист. В него вошли имена военного летчика Муса Игореева, народного поэта Муста и Карима и башкирского национального героя Салавата Юлаева. Но многие жители республики не хотят обсуждать кандидатов, а также перестали поддерживать идеи в целом. Одни предлагают оставить название прежним, вторые не хотят развязывать вражду между героями и отдавать предпочтение лишь одному из них. А кто-то даже переживает, что со смены названия аэропорта повысятся цены на билеты. Напомним, инициативу переименовать аэропорт России выдвинула Общественная палата совместно с Географическим обществом, а также Общество русской словесности и Российское военно-историческое общество. В декабре во Дворце молодежи состоится конкурс «Семья года-2018». Организаторами конкурса являются Администрация города, Молодежный комитет, Организация Союз отцов, Женсовет, Предприниматели и Депутаты города. Первый этап «Семейный марафон» состоится 1 и 2 декабря в виде квестов, конкурсов и соревнований. Второй этап «Мы вместе» состоится 7 декабря. Заявки на участие принимаются до 23 ноября во Дворце молодежи «Кабинет-16». 18 ноября состоится праздник «Ярмарочные гуляния». Вас ждут выступления народных самодеятельных коллективов, народные гуляния, песни и пляски артистов и гостей. Мероприятие пройдет с 10 до 16 00 на территории торгового комплекса «Подорожник» по адресу улицу Дертюлинская, 7, на первом километре у Фимского шоссе. По вопросам организации мероприятия обращаться по телефону 8 987 039 52 81 или 8 917 753 15 55. 26 ноября в Дертюлях пройдет семинар для всех категорий налогоплательщиков. Организаторы рассмотрят ряд вопросов. Возможность получения госуслуг в электронной форме, изменения в законодательстве разных видов налога, о сроках уплаты и другие устные вопросы налогоплательщиков. Адрес проведения семинара «Ленина-1-4». Время начала 11 часов. В Дертюлях совершена кража телефона и детской коляски. Произошли события с разницей в один день. В полицию обратилась женщина, оставшаяся без телефона, а на следующий день пришел молодой человек с заявлением о краже коляски. Участковые опросили местных жителей. Очевидцы рассказали, что по улице ходил незнакомый мужчина и предлагал коляску. Подозреваемого в краже задержали. Им оказался 55-летний житель республики. У мужчины изъяли детскую коляску и телефон. Воришка арестован. 14 ноября в сельском клубе села Кузева состоялся прием граждан. Представители социальных служб Ильишевского и Дертюлинского районов рассказывали о работе интерактивного онлайн-консультанта, о мерах социальных поддержки, льготах детях-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей. На все интересующие вопросы граждане получили исчерпывающие ответы и информационные буклеты. На приеме также поднимались болезненные темы о расценках на вывоз мусора, о социальных пенсиях, земельных паях и неудобствах при обращении с замерами социальной поддержки через многофункциональные центры. Поступило коллективное предложение о восстановлении в районе ликвидированного с 1 октября текущего года отдела социальной поддержки населения. 17 ноября в 12 часов в Центральной библиотеке пройдет День здоровья. В программе бесплатная презентация оздоровительного центра на тему «Как быть здоровым и красивым». В ходе мероприятия обсудят вопросы по укреплению здоровья, профилактике болезней и правильном питании. Подать заявку на участие можно по телефону 8-917-491-03-42. Погода на 16 ноября. В Нефтекамске ночью температура воздуха минус 4, днем 3 ниже 0. В Дёртюлях минус 4 ночи минус 2 днем. В Янауле ночью температура воздуха минус 4 градуса, днем 3 ниже 0. В Верхней Иркеево ночью минус 5 и минус 2 днем. В Таташлах ночью температура воздуха минус 4, днем 3 ниже 0. В Старо-Болтачево минус 4 ночи и минус 4 днем.